Радио Народная Волна И начнем мы, наверное, с Израиля. Это не будет сюрпризом для наших радиослушателей. Да, конечно. Наверное, на сегодняшний день из острых это самая острая проблема. Во-первых, для того, чтобы разобраться, что же там происходит, мы видим взрывы, смерти, ранения, пожары, перестрелки, избиения, драки и прочее. Но за всем этим мы должны, как люди, у которых голова не только для того, чтобы ею кушать или на ней носить головной убор, то мы должны все-таки подумать, почему такое происходит. Все надо подумать о том, почему происходит сейчас, кому это выгодно, кому зачем это делается и тому подобное. Вот, с моей точки зрения, есть несколько факторов, которые повлияли на ситуацию, что она таким образом оказалась взрывной и взорвалась, и которые продолжают влиять на эту ситуацию и продолжают оказывать действия на определенные совершенно способы, методику ее развития. Во-первых, давайте поговорим о нескольких внешних факторах, потому что, сразу же хочу сказать, почти никогда не бывает, за редчайшим исключением, что по поводу чего-то одного вдруг там что-то происходит. Обычно это стечение каких-то обстоятельств, стечение факторов, стечение желаний каких-то одних групп, других групп, того подобное. То есть, всегда надо рассматривать, даже когда тебе кажется, что точно знаешь, что температура на Земле меняется из-за того, что человек выбрасывает углекислый газ. Даже если абсолютно в этом уверен, неважно почему совершенно, то на всякий случай я всегда советую подумать, а что еще может быть влияет на это же самое, и потом, может быть, выясним, что то, что человек выбрасывает углекислый газ, не является основным, главным определяющим, а может выясним. И вот, что же повлияло на ситуацию, на взрыв и продолжает влиять на эту ситуацию. Первое, внешнее, это что Байден и очень антиизраильская, я бы сказал, такая пропалестинская группа, крыло демократической партии со штатов Америки захватили власть в Белом доме, Конгрессе, Сенате, или, по крайней мере, диктуют людям, сидящим в Конгрессе и Сенате, как себя вести и за что голосовать. И, кроме того, они еще назначили целый ряд, так сказать, палестинцев, пропалестинцев, членов муниципального братства, там, сочувствующих и тому подобное, на всякие ключевые должности, и те, естественно, дали знать так называемым палестинцам. Слово палестинцы я употребляю только для того, чтобы понятно было, о чем я говорю, хотя, так сказать, такого народа не существует. Палестинцами всегда были все люди, которые жили на определенной территории, а палестинской бригадой, например, во времена Второй главы войны была еврейская бригада, то есть палестинцы всегда были, ну, в основном, евреи, я бы сказал так, а вообще все люди, которые там жили. Потом, значит, кому-то стало выгодно, вычленили арабов, на самом деле, иорданских арабов, которые жили с определенной одной стороны на левобережье, так сказать, реки Иордан, стали их называть палестинцами и таким образом создали некий новый народ. Ну, вот, так сказать, по традиции, бог с ним, так сказать, будем называть их палестинцами. Так вот, сообщили этим самым, значит, палестинцам, так называемых, что сейчас очень хорошее время для того, чтобы атаковать Израиль, для того, чтобы приблизить их в той самой цели, на которой их, так сказать, направляют их руководство, а именно уничтожение государства Израиль и убийство 6 миллионов евреев, которые на ней сейчас проживают. Значит, добавим к этому, что правительство Байдена вернуло отнятой Трампом так называемую помощь, приблизительно 300-340 миллионов долларов, мне кажется, они утвердили, я не знаю, в какую часть они сейчас, они уже передали, но где-то 340 они утвердили. И, естественно, так сказать, сразу же у палестинцев, опять же так называемых, появилась возможность закупать оружие, летальное оружие, которое можно атаковать израильцам. Либо сказать так, о, у нас деньги есть, все, можно попользовать того, что есть у нас, все равно там деньги к нам придут. И добавим к этому еще один немаловажный фактор, что американское еврейство в огромных непропорциональных пропорциях начало сдавать Израиль, то есть отказываться от своей, так сказать, связи с Израилем. А раньше, так сказать, евреи говорили, так сказать, мое сердце, то есть мое тело здесь, мое сердце там, или там, так сказать, я подданный Америке, ну, так сказать, там, мои думы и мои мечты и прочее связано с Израилем, послали туда детей, послали туда деньги, всячески помогали и тому подобное. А вот, как бы, последние, там, 20 лет, что кульминировалось, последние, там, 4-5 лет, они перестали в огромных количествах идентифицировать себя с Израилем, стали тихо уходить в кусты, продолжают называться этническими евреями, но все больше и больше и больше объединяются в позиции антиизраильской с пропалестинцами, то есть, ну, с палестинцами и с теми людьми, которые проталкивают интересы палестинцам здесь, в Седневный Штатхарии. Вот, это такой, так сказать, вот, конглаберат, клубок причин, которые происходят в Седневном Штатхарии, которые позволили, вот, тому, что началось, начаться. Еще внешняя причина, это, что Европа настолько навета своими делами и своим расселением мусульман, борьбой за справедливое общество, которое, там, ну, такой, неокоммунизм, да, они всегда были такие розовые социалисты в Европе, а большинство, так сказать, европейцев не кушали никогда, значит, того, что, и поэтому им все кажется, что, вот, значит, отнимешь, там, вот, два стула у кого-то есть, у него отнимешь один стул, отдай тому, у кого стула нет, и все будет прекрасно. Даже вот все эти истории с сотнями тысяч, миллионами уже арабов, мусульман, которые к ним зашли, которые ведут себя совершенно не так, как рассчитывали европейцы, хотя им дают этот стул, и значительно больше, чем этот стул, отнимая его у своих. А, значит, вот они, во-первых, как я уже сказал, погрязли в своих делах, а во-вторых, все больше и больше и большее количество мусульман связывают руки в целом ряде государств, и они боятся теперь голосовать каким-то образом, например, в Лондоне, так сказать, в Англии вообще. Они боятся принимать какие-то решения, которые могут раздразнить толпу, а толпа, так сказать, так построена арабская, мусульманская в этих странах, что их очень легко поднять, они все время озлоблены, все время когда-то, что им не дают, не дадали, там, кому-то давали больше, там, им там что-то такое, да. Хотя им ничего не положено, но им давно, им дают, поэтому у них казалось, что раздают, значит, положено, да, значит, правы были наши мунны, когда говорили, что, вот, значит, вам придет, придите, так сказать, не мечом, так демографии, и вам все дадут бесплатно совершенно, без того, чтобы вы трудились. Значит, то есть Европа как бы вылезла из того, кто мог бы повлиять на арабский мир, скажем, на палестинцев, на тех людей, которые дают им деньги, ими командуют, вылезла из обоймы, и не хочет, и не может никак влиять на это самое. Единственное, что они будут говорить, что мы требуем, чтобы прекратили, и то они будут требовать прекратили, когда израильтяне пойдут вперед. Теперь еще один внешний, тоже, так сказать, важный момент, это Китай объединялся с Ираном. Китай, например, что происходит? Главное, нефть по хорошим ценам и обеспечить их качать, и он сделал Китай, сделал Иран своим плацдармом, строит там инфраструктуру, расселяет там, так сказать, своих китайских рабочих, там, и тому подобное, то есть, там, инвейджин идет, так сказать, Китая с его технологиями и всем остальным. Вот. Значит, и, соответственно, Россия, которая пытается играть с Китаем в игру, так сказать, а вдруг что-то случится, и нужна будет крыша китайская, то Россия не будет тоже никак выступать, значит, для помощи или какой-то поддержки Израиля, там, чего угодно. Она и так, как бы, не выступала, но просто я подчеркиваю, что сейчас в этой ситуации Россия вообще, так сказать, будет осторожно осуждать Израиль, я так думаю, вот. А надо посмотреть, что из России они говорят, там, может быть, на уровне, там, министра иностранных дел, или, там, Песков, реально, хотя, может быть, Песков, что-то такое скажет. А, значит, террористы на Ближнем Востоке, которых поддерживает Иран и снабжает Иран, у них теперь снова появились деньги, которые, вот, появились, вот, связки, Китай покупает у Ирана, у Ирана эта самая нефть, да, энергоресурсы. И, то есть, этими словами, вот, все три крупных силы, Америка, Россия, Китай и региональная сила Иран, они все либо нейтральны, либо хотят зла Израиля. Что развязывает руки всем тем мелким, там, всяким группировкам, которые на дотации находятся, вот, у кого-то из этих, вот, сил, и им говорят, вы будете безнаказанны, делаете все, что угодно, чем больше гадости вы сделаете Израилю, чем больше вы израильтян умрете и разрушения приносите, тем нам приятнее. И они действуют. Вот. Еще один внешний момент, который необходимо учитывать, это что сунниты во главе Саудовской Аравии были объединены Трампом, Натаньяу и королем, вернее, принцем, так сказать, наследником Саудовской Аравии, объединены в некий неформальный, а уже, так сказать, частичный формальный союз, при котором, значит, все, что Трамп очень красиво привел эти переговоры, Кушнир Трамп, не знаю, кто имен, но убедил суннитов в том, что Израиль для них никакой опасностью не является, а что, правда, они знают, это прекрасно, но что огромной опасностью для них является Иран, и что Израиль может быть практически единственной силой, единственным связующим следом, который может помочь суннитам выстоять, так сказать, китайско-иранско-российскую, так сказать, ну, добавить к этому усилию, агрессию, да. Вот, а почему это важно? Потому что Израиля практически связаны руки, они не могут себе позволить, это очень важный союз, союз безумно стал важным после того, как пришел Байден, который, так сказать, в общем, практически разорвал нормальные отношения с Израилем, и единственная надежда израильтян, ну, кроме атомной бомбы, значит, и прочее, которые не могут бросить, это вот этот союз с суннитами, военно-экономическое, какое угодно, который позволит им обороняться против временно наступающих, временно выигрывающих, значит, исламистов вкупе с Китаем, вкупе с глобалистами, да. Вот, вот, поэтому Израилю нельзя делать никаких очень серьезных, так сказать, резких движений, при которых улицы в Рияде, там, и в других столицах суннитских стран вышло бы, так сказать, на улице начал бы кричать немедленно всех израильтян, там, в печку, в топку и тому подобное, и, так сказать, как бы, а как вы понимаете, так сказать, всякие люди, которые плохо к нам относятся к евреям, к Израилю, к Америке и тому подобное, они ждут момента, чтобы, так сказать, разогревать это. Вот, Израиль не может переступить какую-то черту, которую он теоретически мог бы сделать и уничтожить все это сопротивление, потому что, может, есть возможность потерять вот эту самую очень важную для Израиля связь с суннитским государством. Ну, вот, это внешние причины. Были и внутренние причины. Значит, одной из внутренних причин, которые, контрибют, как говорят, так сказать, вложили свою лепту в ситуацию, это, значит, после множества попыток выбрать, например, министра и, так сказать, каким-то образом зажить нормальной жизнью, в Израиле пока ВОЗ и нынче там. А, значит, целый ряд левых партий объединился с, по-моему, две там серьезных арабских силы, одна, так сказать, там, умеренная, другая, более, да, партиями. И к ним присоединился целый ряд других партий, и они не дают Натаньяу создать свою коалицию и пытаются, так сказать, создать свою коалицию, прошу прощения, пытаются создать свою коалицию, чтобы управлять Израилем с помощью, так сказать, целого ряда израильских вот партий там и так далее. Значит, вот проблема заключается в том, что израильское правительство не может сейчас принимать резкие шаги, и из-за внутренней ситуации ты обычно делаешь, калькулируешь и говоришь, так вот, мои меня поймут, да, вот мои, так сказать, сзади, которые меня там, да, и меня за это не осудят. Я делаю это ради страны, они это поймут, да, а внешне я, так сказать, опять, так сказать, делаю какие-то расчеты, это произойдет, это произойдет и тому подобное, окей, я рискую, я делаю вот это. А тут израильское правительство не может пойти ни на какой шаг, который был бы экстраординарным, просто потому, что если он, не дай бог, не получится, то это политическая смерть всему, да, и вот тут же заклюют, скажут, что они это ужасно, что их предупреждали, то есть нету никого за спиной, никто за спиной не стоит, никто твою спину не защищает. Это тоже очень ослабляет правительство ответ Израиля и желание отвечать, да, люди думают там в правительстве, я лучше пересижу немножко, потом, так сказать, разберемся, потом будем отвечать. Вот, значит, еще внутреннее, что как бы формально повод, да, так сказать, это были причины всякие, а сейчас я вам повод рассказываю. Нескопалестинских семей должно были быть выселены решением, значит, местных судов из их жилища в Восточном Иерусалиме. Почему? Дело в том, что, значит, по закону израильскому, если ты можешь доказать, что до 48-го года, до захвата, так сказать, из года Иерусалима, из Восточного Иерусалима, вся семья, твоя семья владела каким-то домом, недвижимостью, так сказать, какой-то землей, чем-то еще, а то, значит, обреждать из захвата Иерусалима арабами, а у тебя это отняли, то ты можешь подать суд и с 72-го года, по-моему, так сказать, было разрешено это с 72-го года, начали сеть сюда. И вот до сегодняшнего дня шли эти суда, судилища и тому подобное, сколько времени прошло, да. И вот, наконец-то, значит, суды Иерусалима, муниципальные, по-моему, если не ошибаюсь, а сказал, что да, так сказать, все это наказательство представлены, так сказать, они попробовали предлагать арабам деньги, они попробовали предлагать евреям, так сказать, деньги, чтобы тебе отказались, то подобное, другая страна не хочет, значит, брать деньги, а хочет, так сказать, это имущество получить. И поэтому, так как есть законы, так и законные, так сказать, вот, требования освободить мое семейное, мой дом, мою пекарню, мой участок земли, там, тому подобное, то, да, так сказать, арабы должны уйти. А, значит, дело перешло в Верховный суд. Израиля, естественно. И вот Верховный суд Израиля должен был, вот, неделю тому назад, назначил себе дату ответить на это. Значит, по целому ряду причин, также и потому, что генеральный прокурор Израиля сказал, что он хочет разобраться сам в этом деле и представлять это дело в Верховном суде, то Верховный суд отложил еще на некоторое время это решение. А, значит, а напряженка уже была такая, так сказать, среди арабов, что они, так сказать, как вы понимаете, там все время вбрасываются какие-то там теории, там слухи, там вас вообще выселяют. Там порядка 40 тысяч домов в одном только, значит, в Восточном Иерусалиме арабы построили без пермитов, без разрешения строить их. Поэтому, значит, слухи пошли, что, значит, не только эти семьи выселят, а выселят всех тех, кто построил незаконные дома, все эти 40 тысяч домов, да, вот. А они строят дома незаконные просто по той причине, что они не признают государство Израиля, говорят, что израильтяне оккупанты, и поэтому они никаких решений, никаких органов, ни городских, ни судебных и прочее вообще признавать него. Нормально так, так сказать, хорошо жить в ситуации. В общем, так сказать, пошли какие-то слухи, народ уже был взбудоражен, собрался около Али-Аксы, это значит, храмовая гора, там, где стоит, значит, самая знаменитая мечеть, начали что-то гробить, бросать, туда вызвали полицию, а в отличие, скажем, от целого ряда городов в Штатах и в городах США, где демократы во главе, то израильской полиции не говорят, будьте нежны с ними, не трогайте их, пусть делают, что хотят, да. Значит, израильская полиция есть, когда ее остановить, она останавливает. Значит, соответственно, порядка тридцати, в этот момент порядка тридцати арабов, там, так сказать, либо им поломали что-то, либо, так сказать, отправили в тюрьму, либо, так сказать, там, разбили носы, так сказать, и т.д. и т.п. Камнями бросали в полицию, 12 полицейских тоже ранили. В общем, началась, так сказать, большая дворушка, в результате которой Хамас заявил, что пока израильтяне не уберут с Храмовой горы полицию и вообще солдат полностью освободят и отдадут это полностью, значит, в арабское владение. Нормально, Храмовую гору, так сказать, за три тысячи лет до того, как вообще Мухаммед появился, так сказать, это было святое место для евреев. А вот, значит, пока, значит, на Храмовой горе сапог хотя бы одного израильского полицейского или солдата, они будут убивать израильтян. И, как всякие, так сказать, демократически настроенные человечки, они начали пускать ракеты в сторону Израиля. И оказалось, что у них ракеты теперь, как говорят, new generation, то есть они летят 100 километров и более. Они достреливать стали до Тель-Авива, северного Тель-Авива. Я там учился, кстати, в северном Тель-Авиве. И, кроме того, значит, они уже проверили, какое количество ракет одновременно, значит, Iron Dome может останавливать, поэтому они стали выпускать побольше ракет, и, значит, там, Iron Dome останавливает, ну, это вот защита купола, да, израильский, останавливает, там, скажем, 50, 100, 200 ракет одновременно, а там 220 уже не может. Вот, значит, эти вот 20 неостановленных ракет уже взрывались во всяких местах, которых мы не хотим, чтобы они взрывались. Ну и, соответственно, это привело к эскалации, привело к ответам. К сожалению, израильтяне вынуждены из-за всех тех факторов, о которых я рассказывал, очень сдерживаться и не делать того, чему надо было бы делать. Ну вот, так сказать, ситуация была приведена к тому, что израильтяне были вынуждены пойти на какой-то серьезный шаг, чтобы уменьшить, по крайней мере, если не полностью уничтожить обстрелы, то уменьшить их. И, значит, вчера вечером, значит, израильтяне объявили, что они начинают, значит, рано утром, как я понимаю, они начинают, ну, ночью, так сказать, да, заходят в газу, там, во все остальные, так сказать, необходимые места для того, чтобы погасить сопротивление. Значит, так как это было подтверждено целым рядом источников и всякие, так сказать, американские советники получили ту же самую информацию, то они тут же передали это своим друзьям, значит, ту самую информацию, которую должны были скрывать, да. Они передали своим друзьям палестинцам, те передали, значит, стреляющему Хамасу, и Хамас приказал, значит, своим этим самым стрелкам, террористам забрать, так сказать, все вот эти установки и прочее, разобрать их, спрятать и, так сказать, перейти в туннели, которые они заранее провели, и спрятаться там и переждать, значит, пока израильтяне вот зайдут, там, зачистят и уйдут, и снова выйти и стрелять. Выяснилось, что это была просто уловка для того, чтобы посадить их в эти самые туннели. Израильтяне, конечно, знали, где, так сказать, большая часть туннелей находится, и как только, значит, вот Хамас завершил свою операцию по размонтированию переходу, там, уходу и прочее, и спрятанию в туннеле, то, так сказать, израильтяне, не зайдя на территорию газа, провели очередные рейды, ракетные, там, самолетные, там и тому подобное, и раздолбали огромное количество этих туннелей, взорвали их вместе с техникой и людьми, которые там находились, и сказали, что они вот эту операцию завершили. А, значит, оставшиеся террористы дополнительные, я не знаю, так сказать, тут же начали снова стрелять, но так их стало значительно меньше, то это, с этим уже, так сказать, айрондом уже смог справиться. Поэтому вот на сегодняшний день эта ситуация, при которой, значит, оно развивалось, развелось до чего-то, перешло в вооруженный конфликт, в котором погибло несколько израильтян и имущество израильское. А сейчас израильское правительство будет очень серьезно думать на тему, как дальше поступать, будет консультироваться с другими партиями, и я думаю, что очень многое в политической жизни Израиля сейчас изменится, и я думаю, что мы получим правительство без арабов в Израиле, с большим количеством центристских партий, и я думаю, что либо с Натаняву, либо с кем-то, кто будет компромисс, который Натаняву сам же скажет, вот этот человек вместо меня. Вот мои соображения по этому поводу. К сожалению, если наши либеральные избиратели, в том числе евреи, не одумаются, то про мусульманское правительство, про палестинское у нас не изменится. А вот я, кстати, не слышал твердых выступлений или, скажем, заявлений по поводу событий в Израиле ни от Файнстайн, ни от Шумера, ни от Недлера, ни от Блюменталя, ни от Сендерса, Шиева, Вассерман, Раскина и так далее. Никто из них не выступал. И сам президент что-то невнятное промямлил. И, кстати, на пресс-конференции Псаки задали вопрос по поводу того, что президент, будучи лидером свободного мира, наверное, должен восполнить вот ракетами вот эти установки Айрон Дом, на этот вопрос Псаки отказалась отвечать. Вот все, что вам нужно знать о ЗИЦ-председателе, о его администрации, это я все-таки, я сегодня уже говорил об этом, я питаю какую-то маленькую-маленькую тайну надежду, что кто-то из русскоговорящих, скажем, постоянно голосующих за демократов или последнее время Нево-Трамперов, у которых крышу снесло просто от ненависти, и они голосовали за Байдена, может проснется хоть капля здравого смысла и на выборах 22-го года, а потом и 24-го года, они, ну, сделают какой-то для себя вывод, за кого нужно голосовать, потому что многие из них так или иначе бьют себя в грудь и говорят, что они всей душой и сердцем и телом поддерживают Израиль и готовы за Израиль, и в то же время выбирают людей, которые... Ну, это вранье, это вранье, это просто отмазка, перед самим собой неудобно, вот и все. На самом деле, они давно похоронили в их глазах души Израиль, и они борются только за свое там политическое или какое-то еще, не знаю за что. Дело в том, что люди, которые голосовали против Трампа, говоря при этом, что он антисемит против Израиля и прочее, они не сумасшедшие, они подонки. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после перерыва мы обязательно примем ваши звонки, просто мы обязаны остановиться на рекламную паузу. Вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Майнштейна «Голос здравого смысла», и прежде чем мы продолжим, я еще раз напомню о том, что в воскресенье 16 мая будет проходить рарри в поддержку Израиля по адресу 951 Макхенри Роуд, это 83-я дорога в Баффало-Гроф, напротив Баффало-Гроф фитнес-центра. Приходите. Леон, у нас есть телефонные звонки, примем? Да, конечно. Добрый день, пожалуйста, Филин. Здравствуйте. Уважаемый Леон, большое спасибо за положительные новости, хотя бы в Израиле. У нас, конечно, еще пока до этого далеко. Но вот я хотела просто немножко возразить вам в прошлой передаче. Вы сказали, что левые подняли такую массу людей, и вот они проголосовали. Дело в том, что я работала судьей на очень левом прессинге, в центре царства Джен Чакурски, это левая представительница, которую поддерживает Джей Стрит. И на нашем прессинге в конце на ТЭПе, ясно, без всяких возражений выиграл Трамп. То есть в центре левого комьюнити. А я себе представляю, как люди голосовали в нормальных комьюнити. Поэтому я не верю, что левые могли победить. Это было чисто вброс, и это никакие избиратели заполняли бюллетени. Там был заполнен только один пункт этого президента. Это все было, ну, как, я не знаю, как это можно назвать. Чистый фронт. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вы хотите ответить или следующий звонок? Да, конечно, да, я хочу ответить на это. Дело в том, что одно дело подозрение, а другое не пойманный доллар. Я не могу сказать точно, что я говорил в прошлый раз, да, но могу вам сказать, что я думаю по этому поводу очень коротко. Когда вы имеете подозрения, то вы можете считать, что это так или не так. Но с этим нельзя пойти, что называется, в банк и положить это на счет. Вот что мы точно знаем, это что? Нас четыре года обманывали, прессинговали, цензурировали и прочее, в прессе, в средствах массовой информации, на социал-нетворксе и тому подобное. Мы знаем, что выборы были нечестны из-за этого. Все остальное мы можем только предполагать. Все, я ответил. Следующий звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ли вам вот левые поддерживают аборты, поддерживают голубых, розовых. Наркоманов и педофилов и так далее и тому подобное, чего и кого не приемлят радикальные исламисты. А вот вроде бы по идее, идеи радикальных исламистов вообще и мусульман совпадают с правыми, потому что идеи другие не любят того, чего любят наши левые. Но почему объединяются сейчас левые и исламисты? На чем основывается их вот такая близость? Спасибо. Я думаю, что когда есть что-то, что очень важно, скажем, общий враг, то люди, организации, течения, партии готовы объединяться на борьбу с этим врагом. Как говорил Владимир Ильич Ленин, сначала мы поборем царское самодержавие, а потом будем разбираться. Потом они разобрались, всех расстреляли, всех убили. Вот это та же самая история. Они все борются с тем, что представляют с самым большим их врагом, а именно со свободным рынком, с капитализмом, со свободой слова, то есть с тем, чем мы дорожим все. Мы дорожим личной свободой, и как результат этого происходили всякие вещи, которые привели к тому, что Америка и все эти страны, которые в той или иной форме практиковали это, они пришли к благоденствию. И вот основная идея левых, основная идея мусульман и всех тех, кто сегодня в этой команде, это в том, чтобы сначала разделаться с нами, а потом они друг с другом разберутся. То есть дружить против кого-то или против чего-то. Да. Еще одна категория избирателей, которая голосовала против Трампа, это люди, которые переживают за то, что происходит в Украине, и некоторые из них по сей день, как бы это нелепо не звучало, обвиняют Трампа в том, что Россия захватила Крым. То, что произошло в 2014 году, они это сваливают на Трампа, заявляют, что Трамп ненавидит Украину и так далее. И поэтому они голосовали за Байдена, полагая, что Украина сразу же как бы решит все свои проблемы со сменой администрации. Вот эту тему, если можно, осветить. Ну, конечно, они правы совершенно. Украина решила все свои проблемы. Сейчас она будет, скорее всего, де-факто де юре или как-то еще захвачена Российской империей. Пусть это не будет формальный захват, но, так сказать, она потеряет свою самостоятельность идти в НАТО или самостоятельность вступать в Европейский Союз, самостоятельность выбирать, кого она хочет выбирать и тому подобное. И таким образом проблемы Украины решатся. Правильно? Потому что их можно было решить либо так, либо так. Те, кто хочет Украину видеть самостоятельным, независимым, хорошо развивающимся государством с правовыми какими-то там законами и тому подобное, да, те просто, так сказать, ошиблись, недодумали, проиграли. Если они не понимают еще, что произошло, то давайте дадим несколько примеров. Пример номер один. Главный защитник Украины Джо Байден, который в течение восьми лет в правительстве, в администрации у Обамы отвечал за работу с Украиной, он в течение, сколько там, три месяца ни разу не поднял трубку, чтобы позвонить президенту Украины Зеленскому. Позвонил только тогда, когда возникла ситуация, при которой просто невозможно было не звонить. И, судя по всем протоколам, которые мы сегодня видим, сказал какие-то слова, прервал Зеленского на половине того, так сказать, тех просьб, которые тот начал высказывать, и сказал, ну, все, до свидания, большое спасибо, больше времени на тебе времени нет. То есть, иными словами, Званов был абсолютно формальный. Теперь, с другой стороны, значит, он беседовал как минимум два, а может быть, уже три раза с Владимиром Владимировичем, уже теперь не с Вовчиком, значит, украинским, а с Вовчиком, значит, российским, где до того, значит, он заявил, что вот такой размахивал мечом там деревянным наш Байден и сказал, что Путин есть убитя, и он убийца бездуховный, и что якобы Путин сказал ему, стоя один на один в кабинете, там больше никого не было, сказал ему проникновенно, посмотрев на Джо, Джо, ты единственный, кто меня понял, ты меня понимаешь. Не очень понятно, о каком языке говорил Путин, не очень понятно, о каком языке говорил Байден, потому что я сравнил языки, которые я не знаю, ты понял, что у них никакого общего языка нет. Ну, неважно, так сказать, как-то они поняли друг друга. Вот после этого громкогласного заявления Байден уже несколько раз говорил, что вообще Путин хороший руководитель, и хвалил его за что-то, пригласил его на саммит, там по поводу погоды, там изменения, там температуры на земле, там и тому подобное, и сказал, что мы будем плотно сотрудничать в области разоружения. Разоружение, при котором, значит, якобы Америка и Россия будут разоружаться, а Китай будет вооружаться параллельно с этим. То есть, как сказал Трамп, совершенно бессмысленно стало двустороннее отношение между нашими двумя государствами, потому что Китай значительно сильнее России, почему-то мы его не включаем в это дело. А про Россию мы точно знаем, что чтобы они не подписывали, они еще ни разу не выполняли своих обязательств. Каждый раз, когда их проверяли, выяснялось, что они чуточку забыли выполнить там, чуточку забыли выполнить вот это. То есть, это первое. Второе, Байден радостно совершенно позволил Путину достроить, потому что уже, так сказать, с первого дня, как Байден пришел в Белый дом, Путин вернул обратно строителей, они строят Северный поток-2. На сегодняшний день, каждый день проходит от 200 метров до километра. То есть, иными словами, где-то к середине, максимум в середине августа, скорее всего, первую неделю августа, обе ветки потока, он раздваивается, да, А и Б, они будут готовы, и, то есть, где-то там, ну, условно, 15 августа-1 сентября Россия, если захочет, сможет полностью перекрыть газ, который идет через Украину в сторону, то есть, в Украину, да, откуда отсасывается он, Украины, перекрыть туда, потому что она сможет выполнять свои обязательства перед Германией и другими странами Европы через Северный поток-2. То есть, Байден позволил Путину создать проект, который позволит Путину задушить Украину, а дальше Байден никак не среагировал на то, что Путин подтянул огромное количество техники к границам Украины, оставил технику там, это граница, нижняя граница Украины, значит, да, там, где Донецк, там, ну, Донбасс район, и оставил там технику, отвез солдат время от времени. Значит, когда у нас в августе, по-моему, если не ошибаюсь, между Россией и Белоруссией будут учения, которые называются Запад-21, то есть, российские и белорусские, значит, войска под командованием Шойгу начнут на территории Белоруссии маневры, это, значит, Белоруссия имеет тысячи километров протяженность границы с Украиной, приблизительно на это же время, судя по всяким слухам и прочее, будет объявлено об объединении в той или иной форме, значит, России, Российской Федерации и Белоруссии. Значит, почему это стало возможным? Раньше батька все время, значит, убегал от этого, а сейчас, так как уже последние выборы показали, что он не выдержит еще двух-трех лет самостоятельного управления, ему даже была крыша, и эта крыша, естественно, Россия ему предоставит. И сейчас, я думаю, идет торговля только о том, сколько батька получит и его банда, сколько, так сказать, денег, влияние политических сил и тому подобное у него останутся, ну и на каких условиях все это будет происходить, то есть, будет ли он там зыц-председателем Белоруссии, либо он станет там одним вице-премьером или вице-президентом у Путина, я не знаю, какие у них будут дела. Но, по крайней мере, вот конец августа, то есть, к первому сентября можно вырубать эту самую, значит, трубу, газа не будет, с другой стороны, значит, огромное количество техники стоят снизу, если смотреть на карту, огромное количество техники и войск будет завезено в Белоруссию на границе с Украиной, будет находиться там в результате этих учений. 40 тысяч солдат сейчас расквартированы с полной техникой в Крыму и, значит, на Черное море подтянуты десантные суда из двух эскадр, Каспийской и Черноморской, и дефилируют, значит, рядом с берегами Украины. Я думаю, что там, значит, я считал, что там атомная электростанция стоит, которую треть Украины обслуживает, но кто-то меня поправил, что на гидро, ну, будем считать, что либо гидро, либо атомное, но треть украинского электричества идет, значит, вот с побережья, которое легко захватывается десантниками и удерживается. И тогда Украина оказывается между двух огней, значит, снизу, на карте опять смотреть, с юга российские войска, с севера это войска объединенные белорусские и российские, так сказать, немножко сбоку из Украины идет удар, а кроме того, значит, вот десантные суда и прочее высаживают десант и начинают двигаться с той стороны, где, значит, самое Черное море. Я не знаю, будет ли разыгрывать Россию этот вариант или не будет, но она может его разыграть. И вот то, что все это происходит, это ясно совершенно любому, так сказать, там, военному. То, что я бы рассказал, не я придумал, так, как вы понимаете. Вот, это я все слушаю, слушаю, что говорят разные специалисты, там, например, Андрей Ларионов, там, например, да, который вот всю эту теорию построил в свое время, что так будет, он довольно давно это построил. Ну и всякие, так сказать, военные, которые следят за тем фронтом, я их почитываю, вот они говорят, что это вполне возможная комбинация и говорят, что в зависимости от того, что будет в этот момент происходить на мировой арене, Путин пойдет вперед или не пойдет. Вот все это стало возможным из-за того, что абсолютно отпущен Путин на, так сказать, даже не на длинный поводок, а просто отпущен с поводка, на котором его держал Трамп. А делается, спросите, зачем это нужно Байдену? А очень просто. Байден и его правительство боятся, что Россия присоединится к оси Иран-Китай и готова делать все, что угодно, включая разрешить Россию строить свою империю, а империя включает, естественно, Украину, там, Грузию, там, ну, наверное, Латвию, там, Молдавию, что-то еще, вот. А для того, чтобы не дать России соединиться скидает. Вот все, что происходит в данный момент, как результат того, что, значит, вот уже уважаемые украинцы скрыли от нас информацию, которая у них была о Байдене, о Байдене-младшем, о всей этой семейке, и не дали этой информации просочиться к нам, а кроме того, чератовали за то, что товарищ Байден был бы у нас в Белом доме и стал бы их паханом. Он и стал, только не их. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, такого плана вопрос. После победы Байдена куда-то пропала Хиллари Клинтон, Коми, по идее, должны были радоваться, но как-то не слышно их совсем. Если можно прокомментировать, пожалуйста. Ну, Хиллари Клинтон больше не игрок на шахматы, она была уже, так сказать, в состоянии почти пьяницы, алкоголик, не знаю, как точнее это сказать, она еще больной человек. Она держалась на адреналине на том, что она может получить какие-то позиции, что-то выиграть. Ну, она после выборов Байдена сдулась, потому что все, так сказать, все, ее жизнь, политика кончилась, никто ее слушать не хочет. Но и она ездит по всяким университетам, читает какие-то лекции, пишет какие-то книжки вместе с дочкой. Ну, и все, так сказать, ее политическая жизнь и жизнь ее мужа кончились. И слава богу. А насчет всех остальных, ну, там кто-то более приближен, кто-то менее, кому-то дают грабить, кому-то не дают, кто-то там сам что-то изобретает. Но демократы сейчас занимаются тем же самым, чем занимается любая элита в любой стране третьего класса, то есть третьего мира, которая пытается выскочить наружу для того, чтобы заработать деньги. Вот они этим и занимаются сейчас. Чем больше денег они утащат из бюджета, городского или штатского, федерального и тому подобное, выведут из-под контроля тех, кто может это контролировать, тем больше они заработают себе в карман. То есть они пилят бюджет. Это основное занятие демократов на сегодняшний день. Да. В общем, предупреждали во время выборов. Я вел дискуссии с некоторыми наиболее активными сторонниками, голосовавшими за Байдена, предупреждал о том, что будет, что неправы. В ответ слышал только неприятные вещи, ну и еще угрозы. И оказался... Ну, конечно, у вас Трамп такой ужасный, что нам наплевать вообще на все, лишь бы его не было. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, я хочу сказать, что я очень рада, обрадовалась тому, что когда все эти начались страсти в Израиле, что там еще есть Натаньягу. Трудно представить себе, что было бы, если бы уже были Лапид Беннет или кто-нибудь там другие, тем более с арабами в своей коалиции. Это классно. Ой, вы знаете, я извиняюсь, я должен вас вклиниться, не уходите, пожалуйста, у вас что-то еще спросите. Я просто хочу вам сказать, что я прожил в Израиле много лет. Я по паспорту, у меня второй паспорт израильский. Я сейчас туда езжу и пытаюсь послеживать за тем, что проходит. Израильские левые, что бы мы ни говорили, это не американские левые. У них все равно, они все были в армии, они все равно дрались, они все знают, что происходит, они все понимают, что будет, если открыть границу. Все до одного. Чего не понимают из-за американской левых. Извините. Извиняюсь. Мне сказали соседи, что Пелоси сказала, что она больше не будет снова, так сказать, баллотироваться. А что? Извиняюсь, что я смеюсь. Еще бы она еще была, что она еле ходит. Ой. Ну ладно, большое вам спасибо за передачу. Кто придет вместо нее, будет точно такой же. Не лучше, не хуже, точно такая же гниль. Ой, дай бог, чтобы не хуже. То есть не лучше. Я лучше, не хуже. Знаете, у меня есть такой анекдот старый, когда пессимист говорит, хуже быть не может, а оптимист говорит, может быть хуже, может. Вот у нас та же самая история с Пелоси. Может ли быть хуже? Может, запросто. Ну, Пелоси приблизительно на самом... Ну, может еще прийти какая-нибудь там Ягзиль Шумари. Знаете, и вести Сан-Франциско в сторону муслимизации. Ну, и последние события, последние новости, это наши внутренние, я имею в виду, это очередное гайдлайнс, так называемые CDC, разрешают снимать маски на улицах. Безусловно. Первое, потому что они начинаются снимать маски на улицах, они еще говорят, что те люди, которые привились, имели обе прививки и тому подобное, они могут вообще ходить без маски. Но американцы их ввели в такой ступор, не всех там, да, но там какой-то большой процент населения, что они на тебя бросаются. Как вы смели в магазин зайти без маски? Вы хотите нас всех убить? Так что, пока, значит, не выйдет какой-нибудь там чмо и не скажет, все, сняли маски, они маски снимать не будут. А может, они вообще никогда снимать маски не будут больше? Ну, и хорошо, пусть скрывают лица. Настолько неприятно в них лиц, что пусть скрывают. Леон, огромное спасибо. До встречи в следующий раз, как всегда, очень интересно и познавательно. Всем большой привет и хороших дней, и с оптимизмом смотрите в будущее. Происходит много событий под столом, под землей, под водой, которые говорят о том, что будут очень интересны следующие полтора года. До свидания. До следующей встречи.